как ты видишь вообще в целом процессор развития жестения с телом? если с умом более понятно, что вот она мысль разума ушла, а тело, оно как-то мясо дает все равно какие-то импульсы ощущения видишь, как правило, тело пытается остаться в зоне комфорта но опять-таки в понимании того, что из зоны комфорта нет никакого движения даже те же практики силовые какие-то еще, да, то есть это тоже выход то есть прийти в спортзал – это тоже для тела, в общем-то, выход из зоны комфорта но оно развивается как раз тогда, когда поднимая там штангу или что-то делать или когда занимается йогой, для многих тоже это там и больно, и то, и сё но идет развитие, что интересно, что вроде тело как бы в этом не заинтересовано есть интерес да, но вот ощущение развития, и в принципе это даже не наше состояние вот как у ребенка, у него нет интереса там встать на ноги это сама природа дает ему вот эту энергию для становления как природа дает дереву или растению тоже, чтобы расти вверх то есть ему фиолетово там вверх-вниз, но что-то его вытягивает так же и здесь, да, тело как бы… но есть что-то, что двигает уже не тело, а тебя в это состояние осознанности то есть познание себя, то есть хотим мы или нет, то есть на каком бы уровне мы ни находились, как вот школьник он будет там сто раз оставаться на второй год в третьем классе, не на второй, на сотый раз в третьем классе но когда-нибудь ему все-таки это надоест, он осознает и пойдет в четвертый, пускай там в четвертом будет но неизбежен как бы вот этот финал, финал познания себя и вот эта как раз энергия жизни можно назвать, прана там как хочешь ее назови, она тебя как бы тащит туда у кого-то больше, у кого-то меньше это проявляется у всех очень по-разному чем как бы сильнее интенсивность вот этого роста, тоже опять-таки может удобренная почва может быть еще что-то тем сильнее вот этот внутренний рост, то есть устремленность вот к этому, скажем так, ну условно говоря, к источнику, да, то есть мы вот отсюда очень образно а внутренняя почва зареет от того, что ты наелся на ее, что у тебя глаза никуда уже не бегут, а только туда или же оно, как оно, параллельно происходило, что ты одновременно еще какие-то интересы в жизни и тоже время от самопознания или самопознание только пронизывает? да, вот то, что я рассказывал, тот аспект, про который я вот до этого рассказывал, то есть мне мир уже был абсолютно неинтересен, то есть у меня настолько вот охватила вот эта жажда познания себя, причем что интересно, что ты охватываешь жажду, ты не знаешь что это, это как вот в сказке «иди туда, не знаю куда», «найди то, не знаю что» кто-то об этом что-то рассказывает, какие-то там картинки, да, но вот этот аспект, вот это внутреннее движение, он как бы усиливается, остается, ты идешь, в общем-то, не зная зачем. можно сказать даже и в никуда. можно маленький комментарий, мне кажется здесь еще такой есть момент, что когда ты поднимаешь штангу или когда ты стоишь на гвозди или когда ты там залезаешь в прорубь, это какой-то как типа подвиг, это ярко, это кураж, да, ты себя вот там, а вот встану-ка я на губой. Вот для галочки, она нельзя стояла. И потом там друзьям можно рассказать там или ну, если даже не рассказывать этим, но себе медальку повесить как бы за это. А вот это вот перетерпеть без подушечки, там не одеться если холодно. Это какие-то вроде мелочи такие, ну, вроде это и не интересно, ну, никому не расскажут. Никто не увидит, никому не расскажут. Да. Даже если расскажут, то это как бы скажут, ты что, дурак вообще? Шарфик он там не повязал. Абсолютно верно, да. Ну, что вот интересно, что вот эти мелочи, они дают больший эффект, чем вот это как раз когда никто не видит, да, что ты это делаешь. Вот я всегда пытаюсь людей вот этого куража как раз немножко избавить, вот когда человек там бывает не ест, или вот там действительно когда на гвозди стоят на кураже, или вот когда вот падает там спиной в воду, вот еще не совсем я это делал, тоже еще поделаем это. Потому что можно, да, на кураже это упасть, но ты как бы берешь энергию как раз из этого куража, то есть ты как бы откуда-то взаймы ее берешь, а не на чистом переживании вот на сдаче этой, я сдаюсь этому падению и вот пошел. И в этот момент у меня нет вот этого эхо гуляя рвалина, да, то есть я очень тихий, спокойный, вот в таком как бы состоянии, не знаю как его назвать, там нет вот этой всплеска вот этой энергии, эмоций. Вот как вот, кстати, у спортсмена, да, вот там у спортсменов же с эго, ну там вообще все в порядке, то есть они часто как раз на эго-вости рекорды ставят, да, там могу и все это самое. Вот, например, когда я залезаю в эту прорубь, я никаких рекордов не ставлю, я просто там тихо сижу, то что называется, и наблюдаю, что происходит. Вот сидишь, причем я сейчас сижу там, когда никого нету, залез в эту прорубь и сидишь, для меня это тоже медитация. Да, я смотрю, там тело как-то реагирует, мысли там что-то пытается, но ты сидишь тихо, спокойно, то есть как раз ты начинаешь растворяться и в холоде в этом, и ты видишь, что зона-то комфортно расширяется, и такое ощущение, что сидишь-то не в холодной воде, как в джакузи. То есть исчезает страдание, вот это все, зона комфорта перегоняет, ой, вернее, как сказать, твое состояние перегоняет и страдания, и вот эти зоны комфорта, то есть ты растекаешься в этом состоянии. Ведь потому что состояние вот этой осознанности – это как бы еще страшнее, и еще… ведь почему мало людей, скажем так, пробуждаются, потому что это самая такая сильная зона комфорта – я есть, вот эта личность Эго. Потому что она тут все разруливает, она тут хвастается, она тут гордится чем-то, а тут ты все это отдаешь. Ты свою гордыню отдаешь, свои рекорды отдаешь, свои результаты, то, чем ты можешь похвастаться, а это самое твое дорогое. У меня там жена красива, у меня машина больше всего, я там в 100 стран ездил, то есть куча того, чем ты… а оказывается, это нахрен никому не нужно, и у тебя это говорит – давай-ка это… вот все равно, что у тебя чемодан денег, а тебе говорят – ну-ка, давай-ка мы его выкидем, да, такой – нифига себе, это же самое мое ценное. Но для кого-то там чемодан цен, но для ищущего человека вот эго все равно остается в приоритете. Ему очень сложно его потерять. Да, он стремится за какими-то состояниями, за переживаниями, ему мастера говорят, что тебе дам умереть при жизни, да, то есть… выкинуть это все… а я вот хочу и достичь этого состояния, но при этом ничего… как говорится, и на елку залезть и жопу не ободрать, да… ну, такого не бывает. то есть, чтобы налить в стакан что-то, надо из этого стакана сначала что-то вылить, чтобы налить в себя вот это переживание из этой ясности, бытия, да, то есть надо убрать состояние вот этого эговости и личностности. причем, когда ты это убираешь, иногда ты это можешь убрать в аспекте таком страусиной политики, да, опять-таки как говорить, ну, не то что страх из пух, то есть у меня нет, я вот как бы пух, а иногда ты это на понимании, что тебя действительно нет, и тебе это вот как-то показывается, что вот это ты… да нет, это не ты, это тебе сказали, что это ты, то что ты мужчина, это тебе сказали, что ты мужчина. вот если бы ты родился и тебе бы никто не сказал, ты бы не знал даже этого слова, как мужчина себя должен вести, как он себя должен выражать в жизни, тоже это все как бы некий навязанный стереотип. вот сейчас вот такая тенденция – мужчины стали больше такие женоподобные, женщины стали более такие мужественные, да, то есть все это меняется, но мы так потихоньку опять возвращаемся к матриархату, то есть игра вселенной так, в общем-то, идет циклично, и вот эти все возвращаются все на хуги и свои, но когда-то вот это мужское, да, оно очень ценилось, то есть было это… сейчас уже мужчина тот, у кого больше денег, понимаешь, ну вот сейчас вот в обществе, я куплю это все, зачем я буду за это воевать, добиваться, я пошел и женщина купил себе, не понравилось или что-то выпендривался – сдал, купил другую, машина не понравилась – сдал, купил другую, со здоровьем уже сложнее, да, там уже как бы… а с я так вообще невозможно, ты не можешь сдать это я и купить другое, чтобы тебе его как раз познать тебе надо вот от этого всего отказаться, и в том числе и от мужчины, потому что это тоже определение, и от женщины какой-то есть то есть все определения они исчезают и для людей часто то есть для них это богатство эти определения им страшно вот это потерять я это называю шлагбаумом многие вот концептуально подкованные, там начитанные то есть вот у меня есть такое преимущество, что я ни хрена не запоминаю с одной стороны минус, да, что испанский язык никак не выучит, ну не запоминаю я слов, всего вот этого то, что здесь происходит тоже часто просто спонтанно вот что сегодня происходило вот финал был спонтан, я как бы это просто откуда-то выхватил, а оно вредилось в этом моменте очень не хочется умирать человеку и вот он, доходя до этого шлагбаума с огромным багажом знаний а если багаж тоже ему стал ценен у меня был багаж там какой-то финансовый, сейчас у меня багаж духовно-эзотерический это тоже багаж, с которым я не хочу, я такой, я весь медитирующий, то, сё, пятое, десятое, бубны там, шаманы, все, тоже шикарно а это тоже надо отдать, как я говорил когда ты полностью и то, что ты там трудился, нарабатывал, это тоже все это подчистой забирается и представляешь насколько должна быть глубокая дача, чтобы ты отдал все абсолютно и прежде всего от себя с мужиками вообще как бы более интересно, да, что вот даже сейчас, ну сейчас больше такая тема не еды у нас, но даже как показывает практика когда медитация, випассана, все вот эти то есть соотношение женщин с мужчинами где-то 1-4 как правило то есть женщин в 4 раза больше чем мужчин и что интересно и характерно что женщины пробуждаются чаще но почему-то известно становится больше проявление скажем так мужчин в виде пробуждения потому что женщина она как пробудилась она чем занималась там мыла посуду, там готовила еду она так и будет готовить, ну просто из другого состояния она не выпендривается как мужики у мужиков как бы знаешь как петухи ходят хвостами, гремнями, то есть им надо показать что о, я там что-то достиг, это тоже может как-то, хотя там после вот этой реализации так отпадает но вот как инерция, да, может быть почему вот мужчин меньше, да, им сложнее сдаться женщина она вот как мы вчера практику делали с водой, да, то есть она более податливая и текучая такая она принимает и то что мастер говорит, и то что происходит она вот такая принимающаяся мужик больше такой все-таки нет я не буду я лучше знаю то есть ему как бы тяжело прийти в какое-то пространство и сдаться и вот эта невозможность не дает ему возможности как бы реализоваться у женщин это происходит довольно таки мягче но они просто меньше выпендриваются но сейчас что интересно что вот опять таки по цикличности больше подходим к матриархату сейчас вот заметно что пробужденных женщин становится так все больше и больше и больше поэтому это тоже такая игра, которую интересно наблюдать поэтому вот можно как из усилия что-то попытаться сделать но как показывает практика чем больше ты пыжишься тужишься тем больше твое эго распаляется там все такое и прочее потом в итоге лопается и встает да но чтобы оно лопнуло ты должен вот лопнуть представляешь ты вот надуваешь какую-то такую драгоценность да и тебе надо вот как мандулу тибетскую рисуют да они же когда рисуют это вообще фантастика это вот ковер это узор песочком вот этим разноцветным там в повязочках чтобы не дай бог не сдуть и все это восхищение там целый мир создают создали там провели ритуал а потом что а мы тут какую-нибудь фигню построим попробуй сломать а мы себя строим то есть мы строим вот для нас мандалы это мы сами то есть когда у тебя будет возможность себя вот так вот смести какой бы ты красивый не был ты все это сметаешь откуда пришло туда и ушло но не у многих хватает на эту смелость и вот все подходят к этому шлагбауму смотрят туда и говорят да как то вот и хочется но не терять это тоже не хочется и вот эти концептуально подкованные люди такие же эзотерические все-все но вот они как бы немножко держат на расстоянии но на читавших каких-то книжек да там каких-то чужих переживаний иногда могут там начать подавать ну тоже неплохо тоже они как-то здесь взаимодействуют кому-то что-то дают то есть опять таки что в третьем классе там учительница там начальных классов она в общем-то дает внимание этим детишкам на том уровне чтобы написать палочки и крючочки вполне нормально кто-то уже физику там препятает уже другой учитель он более специализирован на физике там на химии вот экзамен там принимает уже тот кто уже во всех этих аспеках довольно-таки глубоко так же и в этом состоянии настолько мы вот проколоть себя очень сложно вот есть на тибете такая практика умирания когда ученик приходит к мастеру ну чтобы пережить вот это состояние и мастер у него там еще и помощник есть он начинает его душить вот видишь над тобой склоняется мужик и начинает тебя душить и ты должен причем смотреть ему в глаза ты на это согласился ты как бы на это подписался причем ты не знаешь там выведет там из этого состояния или нет и вот когда ты смотришь на него и вот твое сознание покидает это тело но уже вот не в медитации а реально то есть все ты умираешь то есть вот такой посмертный опыт уже вот когда он видит что ага глаза уже все такие все стекленело и там уже зрачки поплыли вот тут тебя начинает как бы возвращать жизнь но опять-таки даже те же реаниматологи говорят что очень тяжело было человека вернуть при помощи даже всех там современных средств а тут два древних дядька да там какими-то там шаманскими бубнами там пытаются человека вернуть вот в это состояние но человек тот уже получает вот этот опыт но ему надо согласиться вот многие из вас готовы чтобы вас сейчас начали душить до вот этого состояния я думаю нет пока это все весело хорошо это все пока танцульки это все да но когда реально а когда приходит вот этот реальный опыт ты не можешь даже эти руки убрать потому что их не существует это само пространство тебя вот так вот на атомы разбирает и некому даже сказать то что уже не надо да я уже хватит мне уже не в кайфе и в этом как бы и приятности в то же время боль одновременная какая-то вот такая субстанция такой знаешь как бы оргазм не прекращающийся уже как бы не в кайф а вроде то что доставляло кайф уже вот она тебя касается касается и вот не может остановиться ну где-то так а как в целом видении может и персонаж усиленно разжечь в себе жажду самопознания то есть чтобы больше была концентрация и так далее или же все-таки дело такое текучее у нас по сути нет выбора персонаж вообще никогда не может но думает что он может и верит в то что он может вот опять я очень люблю возвращаться к снам да чтобы просто сразу происходит понимание например тебе снится сон и ты во сне что-то делаешь идешь на работу едешь на машине там пытаешься там побудиться или еще что-то то есть вроде ты там все разруливаешь в этом пространстве сна кому-то указание даешь от кого-то убегаешь кого-то догоняешь с кем-то воюешь с кем-то договариваешь кого-то подкупаешь и тебе кажется что это делаешь ты на самом деле тебя там как такового никак и не существует это иллюзия когда ты просыпаешься это всего лишь был сон но пока это было во сне это было абсолютно реально ты там существовал не помня себя создающего этот сон и тебе казалось что у тебя есть выбор то есть если я пришел в сон и сказал знаешь у тебя нет выбора ты сейчас сам сновидишь вот это свойственно скучусь с ума сошло что ли вот я там я захочу направо пойду захочу налево и так же в этой жизни да то есть типа я захочу то-то захочу то-то тут вообще такое вот это переживание что на самом-то деле тебя действительно нет это иллюзия ну иллюзия такая очень прочная вот к ней привыкли так же как ты когда ты пробуждаешься да ты понимаешь что твой сон это был иллюзия но когда ты был во сне никто бы тебя не смог переубедить что это сон и вот могу ли я там пробудиться или что-то то есть это опять-таки но эта вещь это уже надо касаться не только системы вот этой человека да человека бога а еще включается посредник душа которая в общем-то все это тело это в общем-то сказать можно сказать как рубашка какая-то рубашка инструмент который позволяет здесь что-то видеть творить там вот это все но смотри интересно что тот же человек который пережил опыт смерти в жизни вот многие переживали клиническую смерть и вот эта клиническая смерть их очень сильно меняет как правило то есть он перестает бояться смерти или кто пережил выход из тела то есть он знает есть я и есть тело и для него это не разговор там не кино это просто очевидность он это пережил я где-то летаю то что я сегодня пытался вам тоже сделать я где-то летаю и вижу спящее там или лежащее или мертвое свое тело кто этот опыт переживает для них это реальность такая становится и у них исчезает страх смерти то что присуще большинству людей но что у них остается то есть у них остается все равно вот это я я не тело но я то есть и вроде как бы страх смерти тела он исчезает но остается страх смерти вот этого я и пускай ты там скажем во сне тебя убивают то есть грен с ним то есть я проснулся о я же здесь но опять ты понимаешь что во сне эта смерть не страшная но здесь для тебя это опять становится смерть страшная потому что вот это я оно может исчезнуть и также когда ты переходишь к следующую фазу вот из этого тела состояния души она понимает что тела это все фигня она там щелкает их как орешки проживая свои уроки свои опыты но оно тоже боится исчезнуть хотя она к этому и идет как мы сейчас идем в общем-то к нашему исчезновению занимаясь всей этой фигней финал то в общем-то понятно один мы оставляем это тело также в общем-то и душа развиваясь и проходя все эти уроки этапы прекрасно как бы осознает что она исчезнет что она тоже умрет но это на начальном этапе тоже возникает как бы в ней вот этот страх исчезновения себя как часть матрицы информационной но чем дальше она как бы развивается поскольку у нее тоже вот это развитие тем больше вот этот вернее начинает исчезать вот этот страх исчезновения и больше как бы переплюсовывается вот в то состояние исчезновения вот как вот домой попасть в такая ностальгия по дому вроде здесь живешь но у тебя внутренняя ностальгия что вот где-то там вот есть место где мне очень хорошо будет но пока ты отождественен с этой жизнью ты об этом практически не думаешь ты думаешь там о богачестве еще чем-то и также вот эта душа которая уже достигла каких-то рубежей она понимает что да она исчезнет она растворится но она осознает в чем она растворится что она растворится в самом себе как в источнике и она прекрасно понимает что ну она как бы исчезнет умрет но в то же время там уже настолько вот это глубокое понимание что ты есть то вот этот источник но которого ты абсолютно не знаешь это вот как в капле содержится океан да капля дождя падающего это вот есть этот океан но пока она падает пока она отделена от океана как мы отделены от своего источника есть вот эта индивидуальность но когда она вот касается поверхности океана да она еще как бы и индивидуальность но уже она вдруг тыньк вот это прикосновение к себе самому, то есть на самом-то деле она океан, то есть капли она стала в силу каких-то стечений обстоятельств, или океан там задумал это, или еще что-то, или проявиться он захотел через эту каплю, и он как бы встречается сам в себя, но он и в капле, и сам в себе вот это как раз состояние вот когда ты просыпаешься, и ты вроде как еще сон снится, и в то же время ты уже начал пробуждаться, то есть ты один в двух состояниях таких, не бывало такого состояния? пограничное оно не то что пограничное, то есть ты себя осознаешь уже пробудившимся, но сон еще как бы продолжается вот это вот состояние, то что я пытаюсь сейчас, когда капли растворяются в океане, исчезает как бы капли в виде вот этого сна, и она начинает проявляться вот в виде какой-то другой субстанции и что получается? вроде с одной стороны капля умирает, но ее никогда не существовало, это всегда был океан, просто появилась иллюзия отделенности, но итог будет все равно один, то есть возвращение в себя но источник сам себя знать не может, нужен инструментарий, да, эта сила она бесконечная, сильная, то есть как это может ли Бог создать такой камень, который сам же поднять не может, да, это такая сила, которой нет границ, но чтобы это осознать, нужен инструментарий, вот в виде или человеческого тела, или чего-то живого, не обязательно там живого, то есть у нас как бы нет ничего не живого, поскольку даже та же энергия она все равно живая, даже тот же камень, да, то есть это все равно на других частотах, на других волнах, но это все вот энергия, кроме энергии есть ничего нет, но она или зашифрована, или проявлена в каких-то аспектах то есть получается, что опять-таки Бог через то, что создал, ищет сам себя и вот это называется поиск, поэтому вот то, что твой вопрос, который прозвучал, могу я что-то сделать или нет, да, то есть это как в твоем сне, то есть может это в твоем сне что-то сделать или нет но когда тебе снится сон, ты себя не помнишь спящего на подушке, ты полностью переключен от того персонажа, вот как сейчас в этой жизни, ты полностью переключен в это, хотя вот то, что это, это один из вариантов тебя, то есть тебя можно полностью перепрограммировать, и это в принципе и происходит вот сейчас с тобой такая, то есть кто-то тебя концептуально там подковал, ты то-то-то-то-то, да, я пытаюсь как-то так объяснить, что не то, не то, не то, да, то есть ну хотя бы убрать то, что там на тебя, те слои краски нанесли, да, как вот картина какая-то, то есть надо оскоблить, чтобы остался чистый лист бумаги, чем ты, в общем-то, являешься это вот как состояние чистой воды, то есть если взять людей, это похоже как все стаканы с водой вот когда человек рождается, это стакан с водой, но есть стакан с водой, а есть напитки, компоты там, компоты, лимонады, миксы, то есть это суть вода, в которую что-то кто-то добавил и у этой воды появляется вкус, как у каждого человека тоже вот как бы вкус человека, один такой, другой такой, сталкиваясь с людьми в жизни, вы чувствуете вкус этого человека, кто-то с горчинкой, кто-то слащавый какой-то, кто-то такой-то, 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 то есть но это в него сформировали, добавив вот в эту чистую воду сознание свои ингредиенты, не важно там родители, бабушки, дедушки, социум, школа там кто-то, то есть но получается, что ты сформирован, твой вкус сформирован всеми вот этими добавками и ты себя знаешь, переживаешь, как вот ощущаешь вкус себя, то есть да, то есть я знаю вот этот вкус себя, но ты абсолютно забыл вот вкус вот этой воды и в общем-то, причем эти компоты они тоже могут меняться, да, то есть сначала сделали морс какой-нибудь, потом там или развели или там еще что-то, то есть наш вкус постоянно меняется, ты родился там водой, когда тебе стали давать какие-то учения, ты стал один вкус, другой, третий, то есть у нас просто как мы постоянно меняемся, так этот вкус, вкус жизни меняется, да, и вдруг тебе что-то такое случилось, да, что хочется вспомнить себя, узнать, а кто я-то, то есть ты понимаешь, что твое я иллюзорно, сейчас я один, завтра другой, мое тело постоянно обновляется, мои мысли сейчас одни, потом другие, а какой же я настоящий? и пока человек чем-то озабочен мирским, добыванием денег или еще чем-то, или даже там шизотерикой какой-нибудь поиском себя, он все равно как-то озабочен, но когда ему вот надо найти вот этот вкус воды, вот тогда он действительно начинает как бы искать, но часто поиск вот этого вкуса воды, он может добавляться как бы еще другие ингредиенты, но вкус получается меняется, то есть опять-таки к чему мы подошли, чтобы… вот как из компота сделать опять чистую воду, можно попробовать отфильтровать, ну там ягодки останутся, ну может там даже цвет как-то там… в озеро влить… в озеро влить… в озеро влить… ну в озеро может приобрести вкус этого компота тоже, почему я не рекомендую писать… оставь в покое, чтобы посела, он тоже не осеет в основном… конечно, вот кофе попробуй, оставь в покое, ну год оно предстоит, оно стухнет, но кофе все равно… то есть это уже процесс такой алхимии, внутреннего себя как бы прожигания, то есть чтобы выпарить надо какой-то внешний источник в виде какого-то огня, там книги, учителя или каких-то ситуаций, в которой ты начнешь кипеть, тебе будет некомфортно, потому что ты себя как бы устаканиваешь в этом… вот ты кипишь, кипишь, и часть тебя начинает как-то уже отделяться, и то, что отделяется, на чем-то как бы конденсируется, истекает уже в отдельный сосуд в виде чистой воды, и остается вот густота вот этого я, личности, эговости вот этого, и твое вот это, скажем, чистое сознание очищено, пока вот это все не высохнет и останется такой сухой осадок, сухой остаток в виде… и ты как раз видишь, что чем ты являешься, что ты просто набор информации, твоя личность – это набор информации, программ, химических процессов – все, и ты уже себя осознаешь как вот этот стакан с водой, и когда ты осознаешься, ты говоришь – я же вспомнил этот вкус, я же с ним родился, вот даже в этом теле я родился с этим вкусом, пока меня еще… как ребенок рождается, вот только новорожденный, он еще вот чистая вода, и мы пытаемся опять, понимаешь, войти вот в это состояние, да, чистоты вот этого, вот этого ребенка, в котором вот это я просто… как в ребенке оно светится просто вот этим состоянием, то есть дети, они… потом уже, да, там, когда я их обуславливаю, чего-то мучат, даже рыбу можно чего-то научить, тем более уже и ребенку, но тебе надо потерять вот этот сухой остаток, опять-таки мы возвращаемся к тому, что ты должен умереть при жизни, рожденный заново, дважды, то есть ты оставляешь мои года, мое богатство, но проявляется вот эта чистота воды, вот эту воду, да, можно вылить в океан, и ни океан не изменится, ни вода не изменится, потому что это суть одно, это вот все равно, что взять вот эту чистую воду в стакане и опустить в океан, можно сказать, что есть океан, есть тот же океан в стакане, есть отделенность еще стакана и океана, но вот если вот привести такой пример, что ты этот стакан взял и сделал изо льда, то есть эту же воду заморозил, да, формочки в какой-то, эту же воду влил в этот стакан и вот поставил в океан, ну или в бутылку, да, и вот вроде вот этой воде, которая внутри, кажется, что она отделена от этого океана, но она отделена тем же океаном, который просто заморожен, и происходит процесс, когда вот он тает, 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 и вот та вода просто растворяется вот в этом океане, то есть источник познает сам себя вот но человеку очень сложно осознать, что он океан, потому что в нем очень много вот этих ингредиентов, которые говорят, нет, это не так, это не так, это не так, это не так, это не так. Ну, само сжигание всего, вот этой мультикомфорта своей, получается, что, ну, например, ты идешь в прорубь, а для кого-то это, ну, явный дурка, мазохизм и абсолютно непонятная причина, а для тебя интерес самоисследования. Так же, вот, как я понимаю, и идти вот, идти из зоны комфорта, идти, ну, вот, в незакомую среду, вот, расширение вот организма восприятия, мотивирующим фактором все равно идет столк интереса, тогда маячок, который перевешивает на чаше весов все дискомфорты и так далее. Вот именно на кураже интерес. Не на кураже. Хорошо, убьем слово кураж. Хотя нет, кураж может быть в начале, то есть, опять-таки, кураж – это как бы то пламя, которое позволяет тебе найти себя. То есть оно тоже в какой-то момент необходимо. Потом, когда уже вот это, то есть для тебя такой интерес, он уже без куража, просто ты уже следуешь этот мир, вот с других совершенно позиций, не боясь исчезнуть у него. То есть ты уже как бы исчез, и тебе там сиденье в проруби, там еще какие-то вещи, то есть ты не боишься уже исчезнуть. Ты уже исчез. И тогда вот то, что исследуется, оно абсолютно без куража. Не надо никому ничего доказывать, себе не надо ничего доказывать. Ты просто вот растекаешься в этом мире. И смотришь, вот как этого коснулся, этого, ты прикасаешься к этому. Но это если самоосознание уже произошло. Да, да. А если еще не произошло, а как бы муть – это еще и много. Тут кураж может помочь. А его возникновение мы не регулируем. А может ли это получается? Ну, его тоже не мы регулируем, опять-таки. Я говорю, мы не регулируем. Да, да, да. Мы не регулируем, но его, можно сказать, регулирует внешнее пространство. Ведь опять, как говорится, нумеруя смерть красная, да. То есть опять нужны зрители. Опять нужны какие-то отношения, еще что-то, да, чтобы тебя там свидетели, чтобы все это происходило при портах. Если это происходит, и ты один в лесу, да, то есть, ну, как бы неинтересно, кроме белок, никто не видит, никто тебя не оценит, никто тебе там зачет не поставит, или там пятерку, или там какой-то компьютер, как это называется? Лайки, да. То есть лайки там поставит. И у тебя как бы мотивация исчезает. Поэтому сначала у тебя идет как бы мотивация вот чисто через эго. То есть, да, я могу или побить какой-то рекорд или еще что-то. Но вот эта тяга к рекордам очень многих как бы и подкузмила, что кто там или в прорубь из-за рекордов лезет, или там голодание из-за рекордов, да, можно, скажем так, подорваться. Потому что вектор направленности немножко не тот. Или ты действительно исследуешь… Не ты исследуешь, ты понимаешь, что через тебя исследуется этот мир. То есть не ты сидишь в прорубь, да. Папа что-то залез через это тело в эту прорубь. Или решил по неесть, потому что… Посмотреть, что он сам-то тут натворил в конце концов. Что он тут создал и что оно может. А ты просто с этим соглашаешься. То есть ты… тоже такая некая условность, что ты предоставляешь ему свое тело. Тебя никто не спрашивает. Но ты как бы думаешь, да, что ты предоставляешь ему там тело, свои возможности. Пускай пока будет так. Но это ты понимаешь, как в осознанном сне понимаешь, что это не ты там все разруливаешь. Что есть некая сила, которая создает этот сон и все это восприятие. И вот в этом состоянии ты абсолютно расслаблен. Да, ты в принятии. Если папе захочется испытать смерть какую-то, я тоже не против. Да, я и не могу. Потому что то, что я это как бы принимаю, это тоже не я принимаю. Он тоже так играет. Он как бог играет в песочнице. Все, чем мы тут занимаемся, даже поиск себя. То есть он тоже играет в поиск себя. Ищет себя. А потом что происходит? Он поиграл в эту песочницу. Вот как ребенок. Куличков налепит, а мама его позвала домой. Он такой. Ай, пошел домой ногой по всем этим куличкам. Все это и разрушил. Так а здесь та же фигня происходит. В этом мире все создается, наблюдается и разрушается. Других аспектов нет. Мы создаемся, рождаемся, проживаем, наблюдаем эту жизнь и разрушаемся. Пирамиды египетские – все это создается, проживает, но в конце концов тоже все разрушается. Вселенные, планеты, галактики – все это создается, проживается и разрушается. То есть можно сказать, что вот как сон тоже. Смотри, сон твой создается, наблюдается и разрушается. Или наоборот, то, что ты проснулся, ты создался в этом пространстве, наблюдался, ты прожил этот день, а потом куда ты делся? Ты разрушился. Ты можешь сказать, когда ты заснул – ты умер, тебя нет. Ты исчез. Там что-то появилось другое совершенно. Ты в другом измерении. А может из этого измерения ты уже в это тело не вернешься, то есть куда-нибудь дальше там пойдешь в путешествие. А там еще дальше, еще дальше. И то, что здесь все создается, вся эта вселенная, она потом исчезнет. Поэтому вот многие ищут смысл жизни. Не смешно, да? В этой-то жизни понятно, чтобы что-то не искал, то есть понятно, что тело исчезло. Но мы пытаемся как бы пойти дальше, зацепиться за душу. Это тоже все очень интересно, но опять-таки очень сложно понять, что это делаем не мы. Как во сне сложно понять, что это тоже не мы делаем, не персонаж. То есть он как инструмент. Мы настолько с собой, это же действительность, настолько вот это я мощное стало. Оно и страдает, и радуется, и смеется, хочет, не хочет. И опять-таки источник это создает. И как ты создаешь свой сон, то есть ты в своем сне играешь в эту историю. Ты создаешь какую-то историю и начинаешь в ней играть. Почему, смотри, что интересно, что часто эта история… ведь когда ты ложишься спать, ты не заказываешь себе сон как бы. Тем не менее, у него какое-то есть развитие и сюжет. Пускай там нелогический, да? То есть там свои инструментарии пространственные действуют. И получается, что от того, как происходит этот сюжет, происходит его развитие. Вот опять-таки выборы. То, что говорил, есть у нас выборы или нет. Но опять-таки импульс твоего выбора, он будет развиваться дальше в сюжет. И может быть Бог и сам не знает, что будет дальше. Так как Бог играет в кости, да? Что выпадет – неизвестно. Это как можно сказать, что писатель пишет книгу и одновременно ее читает. И от того, что написано в этой книге уже, будет как бы продолжение сюжета. Но в целом эта книга, можно сказать, уже написана. Но он об этом не знает, поскольку он творит, он в творчестве вот в этом. Вот как-то вот, если понятно. Немножко сложно об этом говорить. И от того, как создается сюжет, происходит его развитие. Ну да, да.